Лень Вполне достаточное и неопровержимое алиби для бездействия. Фред Дёрст Один альбом Лимбискит раз в пять лет Почему важно избавиться от лени? Потому что бабосики надо зарабатывать, а? А ты сидя на жопе ровно их не заработаешь. Мы вот с Сардаровым недавно на стриме обсуждали эту тему. У него сейчас спрашивают, как тёлочек закадрить, а? На все вопросы у него один ответ. Надо бабки иметь, ребят, в первую очередь. В первую очередь надо зарабатывать бабки. А ленивые бабки не зарабатывают. Вот и всё. Чем ты более ленивый, тем меньше всего ты успеешь сделать и достигнуть и так далее. Разве что, если у тебя есть богатые родители, родственники, тогда, может быть, тебе это особо и не нужно. Ты просто наслаждаешься жизнью и всё. Что хочешь – делаешь, не хочешь – не делаешь. Тут, короче говоря, всё зависит от того, есть у тебя деньги или нет. С помощью лени ты просто придумываешь отмазки, какие-то причины, и в итоге просто лежишь и никуда не двигаешься. Каким образом можно стать более продуктивным? Есть различные сейчас программы, вот одна из них – хронометраж, которая тебе реально показывает вообще, что ты ничего не делаешь или что ты что-то делаешь. А ещё она хорошо показывает, сколько ты ешь по времени, сколько ты спишь, если, конечно, ты, в принципе, учёт этого времени ведёшь. И когда ты смотришь на какой-то итог, то ты эти цифры воспринимаешь. У кого-то сразу эмоция, да, что «ё-моё, чё ж я делал-то». А вот. А есть люди, кого не торкают. Ну, знаешь, у меня тоже такое было, когда я смотрю отчёт, ну, меня не вставляют. Ну, да, скаляй, да, не сделал. Но потом, когда я смотрю какое-нибудь видео успешного человека, который двигается в 50 раз быстрее меня, я понимаю, что вот он себе такие отмазки не даёт. Ну, либо он просто на другом уровне, да, уже находится, он как бы лучше умеет собирать себя, вот, и начать действовать. И вот когда ты сравниваешь, что ты вот сейчас посмотрел, человек что-то достигает, а ты тут сидишь со своим приложением, считаешь, там, да, сколько времени ты ничего не делал, сразу как-то начинаешь шевелиться. На меня лично это очень сильно действовало. Когда человек чем-то занимается, он может, так скажем, не видеть в этом смысла, да, и постепенно, постепенно продуктивность, так скажем, падает. А когда человек чем-то занимается и начинает от этого получать то, что он хочет, продуктивность, скорее, чаще всего просто ещё увеличивается, увеличивается, увеличивается. То есть, короче говоря, нужно найти дело по душе. Канал с отличными уроками по 3D-программам и постпродакшену. Ссылка в описании. До чего может довести постоянное безделье? Постоянное безделье, но может привести, как минимум, к изменению твоих форм. То есть, ты растолстеешь, разжиреешь, это, ну, это просто, так скажем, то, что первое приходит в голову как максимум. Это, естественно, бестолковая жизнь, нет каких-то стремлений. И даже когда ты потом встречаешься там с друзьями или с кем-то, да, они уже чего-то достигли, а ты сидишь и думаешь, почему я вот это не достиг и так далее, даже не осознавая того, что ты просто ленивый. До того, что ваша жизнь превратится в то, что вы будете лежать постоянно в постели, а к концу жизни поймете, что ни денег, ни семьи, ничего нету. К летальному исходу можешь привести, мне кажется. От голода умрешь. Причиной прокрастинации может быть перфекционизм. Как с ним бороться? Ну вот, я приведу пример на своих видео. Когда я вкладываю очень много сил в видео, в какое-то у меня есть какая-то идея. Я сейчас думаю, что сейчас вообще-то как бомбанет. Все будет так круто. Я там вложил деньги. Я все сделал для того, чтобы это было успешно. А какое-то мое видео, которое я взял на палку, где все трясется, записал, получило в 10 раз больше просмотров в итоге. После этого я сделал вывод, что главное сделать. Ну, сделать лучше, чем не сделать. Все. То есть, если можешь сделать лучше, сделай. Если есть вариант либо делать, либо не делать, сделай хоть как-то. Ну, здесь, кстати говоря, подходит выражение, то, что выше головы ты и не прыгнешь сам. Поэтому хотя бы сделать вот этот прыжок до головы все-таки важно. Если ты не можешь все сделать полностью идеально, то стоит хотя бы попробовать. Опять же, руководствуйся тем, что время назад не идет. Эксперты рекомендуют расписывать список дел в свой блокнот и выполнять их поэтапно. Может ли это помочь? Это такая дрожь. Это знаешь, это... Кто это говорит? Эксперты это те, которые ведут всякие бизнес-курсы. Это полная херня. Возьми вот листик, там напиши что-нибудь на нем. Боже, это такая херотень. Это советуют люди, которые нихера не достигли, кроме того, как разводить других лохов на вот этих всех бизнес-сеансах и так далее. Это все полная херня. Если у меня есть какая-то срака задолженности даже по той же сессии, я понимаю, если я это не сделаю, мне будет пиздец. Возможно, если разделить это на маленькие какие-то микрозадачи, то будет не так страшно начинать и довольно просто. Но если говорить о каких-то серьезных вещах, типа, может, перебраться в другой город, типа, у меня нет ни образования, ни навыков, я нигде не работаю, как мне перебраться в другой город, и там, я не знаю, трахнуть Анат Семенович, может, такая у человека цель, то, конечно, он не сможет ее сразу воплотить, потому что он бездарность и, ну, не знаю, кто он там, просто так. Посмотрев какой фильм или прочитав какую книгу, можно ощутить приток сил и желание что-либо делать. На самом деле, социальная психология, а после этого смотреть постоянно какие-то фильмы мотивирующие и прочее, 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 это может даже мешать, потому что трат времени на фильм в конечном итоге может уйти на некие дела. То есть ты сел смотреть фильм, посмотрел первый, второй, третий, четвертый, и ни хрена ничего не сделал. Я кино не смотрю уже, наверное, года два как. Так плотно. Я могу сказать, какие книги нельзя читать, чтобы мотивация не пропала. Не читайте никогда Карнеги. Когда не читайте Карнеги. А как я тогда найду друзей? Кстати, это очень смешно слышать от человека, никогда не читайте Карнеги, который прочитал три книги Карнеги. У меня вот там на полке две его книги. Вот. Какой фильм посмотреть могу посоветовать? Лицо со шрамом. А почему Карнеги-то не читать? Ну-ка, поясни. Ты понимаешь, он дает рекомендации, которые несовместимы с реальным обществом. Ну, понимаешь, он дает теорию, которая несовместима с практикой. Это все полная херня. Он дает какие-то рекомендации, мол, я когда прихожу на рыбалку, я беру с собой не клубничный пирог, хотя я люблю клубничный пирог. Я беру с собой рыбу, потому что рыбе нужен не клубничный пирог, а рыба. Я сумбурно немного сказал, но суть ты уловил. То есть он дает полную дрочь, как бы понятную для всех, но как ты это будешь принимать? Вот все, ты понял, да, суть того, что я тебе сейчас рассказал? То есть всегда давать человеку то, что ему надо? Окей, как будто ты до этого не давал человеку то, что ему надо. В магазине аккаунтов extracase.net можно приобрести CSGO всего за 180 рублей. Ссылка в описании. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!